Продолжение следует... Продолжение следует... Андрей Владимирович Николаенко, ректор университета машиностроения. Здравствуйте. Евгений Анатольевич Князев, директор Центра университетского менеджмента Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Здравствуйте. Артем Хромов, председатель Российского студенческого союза. Здравствуйте. Здравствуйте. Я благодарю вас, что пришли на нашу программу. И мой первый вопрос будет, конечно, касаться тех проблем, той ситуации, которая сложилась в системе высшего образования сегодня. Это мониторинг вузов, в первую очередь, и слияние, то, о чем я сказал вначале. Конечно, реформы образования необходимы, но как они проходят и что является следствием реформ, я попрошу ответить на это ректора вуза. Спасибо. Ну, на самом деле, действительно, реформа высшего профессионального образования вступила в активную фазу. Обубликованы результаты мониторинга высших учебных заведений. Есть вузы с признаками неэффективности. Определены, в свою очередь, эти вузы разбиты на несколько категорий, в зависимости от целого ряда факторов. Что можно сказать? Ассоциация ведущих вузов выбрала пять критериев из более чем 70, по которым осуществлялся мониторинг. Ну, можно с этим спорить. У нас есть вопросы. Ну, наверное, будем спорить, потому что у всех вопросы есть к этим критериям. Есть определенная данность, результаты открыты, они опубликованы на сайте Министерства образования и науки. И, собственно, по результатам этого мониторинга будут приниматься определенные решения. Ну, радует хотя бы то, что руководство Министерства говорит о том, что решения будут приниматься индивидуально после взаимодействия с каждым из высших учебных заведений. На это хочется надеяться, на такой прагматизм, на здравый смысл и на мнение коллектива. Андрей Владимирович, ваш вуз попал тоже в список с признаками неэффективности. Вот в чем они заключаются? Действительно, вот, как я уже говорил, рабочие группы определили несколько категорий высших учебных заведений. Слава богу, мы не относимся к списку неэффективных вузов. Однако, по ряду признаков мы все-таки в этот список попали. В связи с чем? Ну, в первую очередь, в связи с тем, что университет уже находится в процессе реорганизации. И, в принципе, ну, трудно еще каким-то образом реорганизовать учебное заведение, которое уже в этом процессе находится. В чем специфика и уникальность вуза? Университет готовит по ряду специальностей, которые нет ни в одном другом учебном заведении. Но это было учтено при мониторинге? Да, я уверен, что, я не был на заседании рабочей группы, но уверен, что рабочая группа при принятии решений как раз об исключении списка неэффективных вузов, наверное, учитывал этот фактор. Кроме того, наш университет не только вступил в процедуру реорганизации, он еще и выиграл программу стратегического развития. Это конкурс, который был объявлен Министерством образования и науки, как раз для поддержки учебных заведений. Но речь идет еще и о другом. Результаты мониторинга анализировались по 2011 году. А у вас как раз в 2011 году произошло слияние вуза, да? Что-то все и дело, что именно объединительный процесс начался в 2011 году. И сейчас не очень корректно, в принципе, даже наименование вуза, которое размещено на сайте, уже не соответствует современному наименованию. И это просто не изменение таблички, это фактически новое учебное заведение, объединенное на базе двух учебных заведений. Это новый бренд, это университет машиностроения. Поэтому то, что было, да, надо признать, действительно, по ряду показателей университет отставал. Мы не стесняемся, у нас есть так называемая дорожная карта. Мы опубликовали на своем сайте пути повышения эффективности нашего учебного заведения. Я уверен, что с учетом поддержки государства, с учетом вот этих интеграционных процессов, нам удастся, ну, больше уже нигде не фигурировать. Хорошо. Андрей Владимирович, я хотел вас спросить, я думаю, что и нашим гостям тоже будет интересно. Прошло слияние двух вузов у вас ровно год назад. Скажите, вот по истечению этого срока, вы могли бы сказать, было ли целесообразным объединение вузов? Вообще, какие итоги? Ну, определенные выводы уже можно сделать, хотя процесс реорганизации завершен буквально совсем недавно. Мы с 1 сентября вступили в новый учебный год уже в объединенной структуре. Мы оптимизировали количество кафедр. При этом ни один преподаватель не был сокращен. Как вам это удалось, интересно? Вы знаете, произошла перегруппировка сил. Мы сократили общее количество кафедр, которые дублировались. Но при этом нагрузка-то не изменилась. Не изменилась нагрузка, не изменяется штатное расписание. Другое дело, что административно-управленческий персонал, безусловно, сократился. В двух вузах было 12 проекторов. Сейчас их осталось 6 на сегодняшний день. То есть в два раза сокращено количество проекторов, а также дублирующих структур. Например, управление кадром, бухгалтерии. Ну и то, в принципе, процесс этот прошел в какой-то степени неожиданно для меня безболезненным. Потому что в любом случае это люди. Но, тем не менее, нам удалось оптимизировать структуру. Мы с 1 сентября работаем в объединенной структуре. В принципе, какие плюсы? Ну, во-первых, та программа развития, которую мы выиграли в конкурсе Министерства образования и науки, теперь распространяется на весь объединенный коллектив. То есть молодые, здоровые силы, энергичные преподаватели, руководители тем, теперь имеют возможность и доступ к ресурсам. К ресурсам объединенного университета. В любом случае, это пол для того, чтобы консолидировать здоровые силы и оказать поддержку. Такая возможность сейчас есть. И я уверен, что в целом надо оценивать с плюсом итоги реорганизации. Спасибо. Евгений Анатольевич, тема нашего сегодняшнего разговора – это объединение вузов и мониторинг вузов, которые прошли совсем недавно. Вот скажите, пожалуйста, вы согласны с теми критериями, которые были включены в мониторинг вузов? Если да, то почему? Если нет, то тоже. Ну, перечень критериев, по которым собиралась информация о вузах, достаточно широк. В принципе, здесь ничего удивительного нет, потому что деятельность любого высшего учебного заведения многоаспектной и многомерной. Меня несколько удивило, что первая информация, которая сейчас частично дезавуирована, опиралась всего на пять, по-моему, критерий. Да, да. Это меня удивило, поскольку с такой бедной меркой подходить к тому многообразию вузов, которые сегодня есть, и миссии которых, значения которых, роли которых колоссальнейшим образом отличаются, возьмите МГУ, МФТИ, педагогический вуз, там какой-нибудь вуз сельскохозяйственный, которые для агрорегиона, условно говоря, они все выполняют свою роль. Плохо выполняют, это другой вопрос. Надо с этим заниматься. Вот удивило, честно говоря, вот эта бедность измерения. Могу понять, коллег из министерства, то, что нужно выполнять поручения главы государства, нужно действовать эффективно, но действовать быстро не означает действовать эффективно, и тем более не означает действовать умно. Поэтому вот здесь есть вопрос. Но в то же время собранные данные по вузам, конечно же, это ценнейшая информация, которая должна быть надлежащим образом использована в системе. Ну вот, относясь к тому, о чем Андрей говорил, вот, мне кажется, симптоматичная вот вещь одна прозвучала. Вот почему-то мы, проведя мониторинг, сразу начинаем говорить о реорганизации, хотя есть совершенно очевидные другие инструменты. Реорганизация – это стресс для организации. От этого длинный период времени будет проблемно. Вот то, что вы сказали по поводу, вот реорганизация завершена, я думаю, выходом распоряжения, там и внесения изменений в единый реестр, государственный реестр юридических лиц, реорганизация только начинается. Оптимизация кафедр, омоложение состава, изменение тематики, актуализация содержания образовательной деятельности, наука соответствующая. Это длинный путь, в который вы только вступаете. Я хотел спросить Артема. Артем, ну вы, наверное, один из первых, кто узнал список мониторинга вузов. И я знаю, что вы даже опубликовали его на своем портале. Скажите, как студенты, наверное, информация сливается к вам, как студенты относятся, во-первых, к объединению вузов, какие проблемы возникают при этом именно у студентов? Если вы позволите, я немного начал бы именно с самого процесса реорганизации. Надо откровенно говорить о том, что власти поставили публичную задачу о том, что в течение трех лет надо сократить 20% вузов и 30% их филиалов. Этот мониторинг и анализ высших учебных заведений, их эффективности был проведен именно с этой целью. Нужно ли нам сегодня составлять рейтинги вузов? Конечно, нужно. Нужно ли нам бороться с теми шарашками, грубо говоря, которые сегодня торгуют просто дипломами о высшем учебном заведении? Конечно, необходимо. Но сам критерий именно этого рейтинга составлялись очень непрозрачно. Мне до сих пор неизвестен авторский состав их. Вы хотели бы узнать? Я бы хотел очень узнать тех именно экспертов, с ними поговорить, пообщаться, кто участвовал в их разработке. В том числе непонятно, хотел бы дополнить коллегу, ряд критериев. Мне хотелось бы там видеть все-таки именно участие вузов в подготовке кадров. Именно какое качество образования дает учебное заведение для выпускника. Это не учитывается. Важно все-таки понимать взаимоотношения учебного заведения и рынка труда. То есть устраивается ли выпускник вуза по специальности. И все это, конечно, налагает определенные ответственности на учебное заведение. В том числе и на Министерство образования. И сегодня, когда этот процесс был проведен, достаточно, я считаю, все-таки поспешно. И критерии были учредены не все. То сегодня мы видим определенный шок, который охватил академическую общественность, и в том числе студенчество. Сегодня процесс ликвидации и реорганизации идет не первый день. И сейчас, после даже опубликования этих списков, он уже начинает происходить. Нам поступают уже жалобы, пишут письма того, что сможет в итоге, как это может коснуться. Здесь я хотел бы остановиться поподробнее. Во-первых, процесс объединения, он происходил во многих вузах. И он приводил зачастую к тому, что или сокращались педагоги, или же повышалась стоимость обучения. Проходили определенные проблемы все-таки с успеваемостью студентов, когда им приходилось доздавать предметы, а значит, возможности их отчисления. Ликвидация сейчас уже показывает, что студентам перед каким выбором ставят. Им говорят о том, что они должны учиться. Но о ликвидации мы сейчас не говорим же, Артем, пока. Или уже говорим? Почему? Список неэффективности, которые попали именно в филиалы, он разделен на несколько пунктов. Один из них имеет свою специфику. Это значит, например, им дадут дополнительное финансирование. Я так понимаю, это как раз уничтожает машиностроение. Хотелось бы надеяться. А второе, это оптимизация. Я так понимаю, это может быть обновление реакторского состава или же тоже поддержка. Реорганизация, это в том числе предполагается, что возможна ликвидация. Но не вузов, а в филиалов. Не факт. Я говорю о филиалах, потому что ликвидации вузов, конечно, не будет. Но мы не будем спорить, что действительно многие филиалы не выдерживают никакой критики. Практически 50% филиалов в стране попали в этот список с признаками эффективности. Но это оправданно, я думаю, вполне. Это оправданно. И они будут закрываться. И нам уже поступают жалобы именно от тех филиалов, которым уже сказали, что они будут расформированы. Им говорят о том, что они должны учиться или же в главном офисе вуза, то есть переезжать в другой регион. Я хочу напомнить, что многие заочно приучатся в этих филиалах. Им говорят также, что бюджетники не пострадают. Если это образование, полученное в этом филиале, оно достаточно низкое, зачем тогда там учиться? Вы знаете, у меня другой вопрос. Эти филиалы существовали много лет. Им выдали лицензию. Многие из них прошли в этом году аккредитацию. Как так было допущено органами власти, что они до сих пор не были закрыты? И вот год спустя их по тем же критериям, параметрам, которые в том году проводились, их теперь признают неэффективными. У вас есть возможность как руководителя студенческого союза как раз письменно задать этот вопрос руководству? У нас будет заседание общественного совета через определенный период времени, где как раз будет одно из главных тем, это процесс реорганизации вузов. Там я в том числе его поставил. Обратите внимание, что у нас есть федеральная служба по надзору за качеством в сфере науки и образования. Федеральная служба, государственный орган. Который даже на каждый день мониторить, наверное. Тот, кто выдавал средства аккредитации, тот, кто подтверждал лицензиями права на ведение образовательной деятельности. И сейчас в таком экстренном режиме возникает новая потребность, новый инструмент позаботиться о качестве. Вот, мне кажется, здесь недоиспользованы инструменты, которые законом предоставлены. И я вот начал говорить про реорганизацию как высшую меру, вообще говоря, да? Ведь есть в управлении устоявшиеся, проверившие себя инструменты, как антикризисное управление, там изменение команд, там корректировка программ развития, в конце концов финансовые инструменты. Вот спектр, к сожалению, плохо проработан вот этих инструментов. И отсюда относительная категория нервозность в сообществе. Я хотел бы, давайте позвать, раз уж мы коснулись филиалов. На самом деле, конечно, ситуация для студентов болезненная, но, как мне кажется, она имеет свой выход. Ну, во-первых, можно закрыть прием на будущий учебный год. Такая мягкая мера, просто прекратить набор в слабые филиалы. Если говорить о заочниках, в принципе, они могут учиться в главном вузе. Конечно, это, возможно, расходы на проезд увеличиваются и так далее. Но решаем мы этот вопрос. Но, в принципе, действительно, филиальная сеть, надо это признать, она в своем большинстве слабая. Ну, мы знаем, да, что иногда филиал – это комната в жилом помещении с одними из двумя компьютерами и все. Конечно. И в этом связи с ними надо бороться. Ну, просто мера, которая принята, она, ну, прямо говорится можно, она радикальная. И те, кто сейчас учатся на пятом курсе, четвертом курсе, ну, что их смогут... Ну, вот я и хотел, да, студенты. Ведь тут же самое крайнее оказывается студенты. Студенты, в том-то и дело. Здесь надо внимательно отнестись. И что мы предлагаем со своей стороны именно к процессу, например, объединения вузов? Мы считаем, что перед тем, как этот процесс будет происходить, будет подготовлено решение, объединение, во-первых, необходимо учесть мнение всех студентов и преподавателей. Не только номинальных коллективов, но их позицию. Надо их услышать, с ними поговорить. Во-вторых, необходимо, чтобы была подготовлена программа развития нового образованного учебного заведения. Ну, вот расскажите, вот тот случай, когда было министром образования отменен тот указ, о котором... И вот, действительно, недавно произошло шестый митинг в Тамбове, где студенты вышли с акции... Там же ведь хотели объединить два вуза, да? Против объединения Тамбовского государственно-технического университета и Тамбовского государственно-классического университета. Ну, как метко-пушитель министр образования сказал, что хотели создать проблемо-ориентированный вуз. Создали действительно проблему. Потому что пришлось отменить приказ. Это прецедент получился. То есть студенты из-за недовольства принятия принятым решением, когда им... Они узнали только, даже им не сказали об этом, а через сарафанное радио узнали, что вуз объединили. Когда они узнали о новых программах, когда им начали подсовывать документы о том, что они уведомлены. Их все, с ними никто не поговорил, это вызвало недовольство. Как вы участвовали вот в этом процессе? Ваша организация? Мы помогли, конечно, ребятам организовать этот процесс, в том числе обращений юридических. И в том числе помогли им провести уличные шествия в рамках закона. Ну, в том числе мы были посредниками в проведении переговоров о встрече, которая состоялась между министром инициативной группой. Где было сказано, что если конференция выступит против этой инициативы, то тогда министр такое примет решение. Он сдержал. Конференция 97% проголосовала против, было тайное голосование. И министр приказ отменил. Но сам факт, подобные ведь прецеденты могут повториться, если не будет услышана позиция тех, собственно говоря, для кого создан вуз. Студентов, которые получают образование, и педагогов. Это поднимает исключительно важную тему, но я попробую ее просто так оформить. У каждого процесса, пусть это будет реорганизация, должна быть проектная основа. Это же делается во имя чего-то. Должны быть цели сформулированы. Определены задачи, оценены последствия. Все это прописано должно быть. Сосчитано, сколько это стоит. Определена судьба студентов, которым закон гарантирует право доучиться по выборной специальности на тех условиях, на которых они поступали. Есть проблема старых заслуженных людей, которые создавали нашу систему образования, и их просто так не выбросишь на улицу. Это социальная проблема. Поэтому надо оценивать не только замысел, но и последствия его. И подходить на проектных основаниях к этой работе. Проект ничего не стоит, если это бумага, лежащая в кабинете ректора или в кабинете министра. Проект стоит чего-то, если общество, коллектив, университет его понимает. Университета есть, как в менеджменте говорят, стейхолдеры, заинтересованные партнеры, которые заинтересованы в деятельности университета. Они должны знать то, что происходит. Поэтому, декларируясь, с одной стороны, что наше образование должно быть более актуальным, открытым, доступным в контакте, в сотрудничестве реальной экономики. И в то же время принимать решения чисто из академического окопа неправильно. Это должен быть серьезный проект. В каждом конкретном случае, если мы говорим о реабилитации. Я хотел бы одну ремарку. Сама реорганизация обменения вузов и ликвидация филиалов не говорит о том, что качество образования будет улучшено. А именно такая цель поставлена при проведении мониторинга, анализа данных эффективности вузов. И мы сейчас понимаем, что любое решение, которое сейчас будет принято на межбизнесной комиссии Министерства образования, в дальнейшем должно преследовать цели подготовки общих программ развития. Причем с обсуждением широкой общественности. И академической, и научной, и так далее. Это очень важно. Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, у вас уже есть опыт объединения вузов. Как технически происходит объединение общежитий, инфраструктуры? Ну, я хотел бы немножко еще добавить в продолжение этой темы, затронутой. На самом деле, надо встречаться с людьми, объяснять. Встречаться с кафедрами. Со студентами, наверное. Когда у нас произошел еще приказ министра не вышел, я встречался с руководством вуза. Это было расширено свидание ректората, где рассказывал, как я это вижу. Но без приказа, конечно, я не посчитал не вправе все же встретиться с коллективом. Может быть, это и ошибка. Но, тем не менее, приказ министра вышел. Я сразу же собрал коллектив реорганизуемого университета. Конечно, был непростой разговор. Но все могли высказаться. Было обсуждение. После этого я посетил все кафедры, обошел. Это было неформальное посещение кафедр. У нас была дискуссия, мы разговаривали. Я смотрел материально-техническую базу, понимал, что действительно проблемы есть, их надо решать. Ну и самое главное, на сайте вуза была возможность каждому высказаться по новой структуре. Мы не торопились с принятием новой структуры. Она широко обсуждалась в течение полугода. И мы действительно сами ее меняли. Я честно скажу, мы корректировали и прислушивались к мнению. Потому что действительно, здесь должно быть такое поле для взаимодействия. И никто после принятия этой структуры не высказал мне ни в письменном, ни на электронной почте каких-то претензий. То есть я считаю, что мы нашли разумный компромисс между нашими двумя вузами и новую структуру. Вот с 1 сентября мы на ней работаем. То есть полгода вы учитывали мнение всех? Да, безусловно. Это процесс непростой. Вообще сама реорганизация в среднем занимает год. Есть, конечно, план график, более ускоренный. Но жизнь есть жизнь. Реалии таковы, что пройти сквозь бюрократические ведомства, Росимущество и других, достаточно сложно. Поэтому мы сильно и не торопились. Нам надо было понять, как мы будем работать. 1 сентября была рэперная точка. С ней пошел фактически отчет реорганизации. Что касается имущественного комплекса, конечно, это тоже проблема, это общежитие. Но здесь я абсолютно спокоен. Наше общежитие лучше, чем в общежитии реорганизованного вуза. И этот стандарт мы будем распространять уже на наше общее общежитие. Средства удалось выбить из учредителя. Как раз реорганизация была поводом попросить дополнительное ассигнование. Я приглашаю с удовольствием Артема посетить. Посмотрите, как сейчас. Это очень важно. И посмотрите, что будет через год. Мы за несколько лет смогли привести в порядок. И мне не стыдно за свое общежитие. Да, прошу. Я хотел бы еще очень важную мысль сказать. Что существует такое клише. Студенты и педагоги ни за что не согласятся с тем, что вуз будет объединен или же будет присоединен как-то в другом. На равных правах. Я считаю, это не так. Потому что если, например, встречаются студенты, мы говорят, у вас теперь в общежитии будет жить вас не 5 человек, а трое. И улучшены будут условия через год. Если у вас вырастет стипендия, если у вас будут новые возможности для научной деятельности. Если педагогам говорят, что у вас, например, сократится количество, педагогический состав, пусть на 10%, но зарплата вырастет на 20%, это аргумент. И это все надо обсуждать. Причем достаточно открыто. Иначе получается действительно, что студенты узнают по факту, педагогов сокращают. И рождается, главное, социальный конфликт. Одно дело это было вокально. В некоторых вузах действительно подобные ситуации, как в Тамбове, возникали. Но теперь, когда это будет процесс по всей стране идти, это же может выразиться в достаточно серьезную конфликтогенную ситуацию. Чтобы этого не произошло, и необходимо как раз демократизировать процесс, сделать его более открытым, именно реорганизация. И все-таки сделать программы дополнительные преобразования. И, конечно же, они должны подкрепляться финансовой основой. Без дополнительного финансирования я вообще не вижу возможности улучшения качества образования в вузах. Как его будет у материальной базы научной улучшена, если не будет дополнительных субсидий. Евгений Анатольевич, ну вот скажите, пожалуйста, все-таки как сделать это все-таки более прозрачным? Обсуждение именно. Это должен быть проект. Проект продуманный, просчитанный, прописанный. Под которого собрана поддержка коллектива. Есть понимание Министерства образования и науки, как учредители. Без этого мы будем получать просто хаотические бронусские движения. Я две вещи хотел бы назвать. Вот есть риск того, что если мы во главу угла не будем ставить действительно при реорганизации, это стресс, но это и возможность. Что-то поправить, что-то изменить, перегруппировать силы, выбрать новые приоритеты. В зарубежных системах образования такие процессы за последние 20 лет набирают ход. Но я только в основном в Америке, по-моему. Почему? Во многих других странах. Посмотрите на Финляндию, что сделано в Финляндии. Посмотрите в Великобритании. Мне доводилось взаимодействовать с этими проектами. Кстати, интересно, какой международный опыт именно в этом? Посмотрите, там мотив другой. Мотив конкурентоспособность учреждения, которое будет образовано. А у нас санация. У нас санация системы и избавление от балласта. Я выражусь грубо, может быть, это слишком грубо, и пусть меня простят те, кто в таких организациях работает. Но обществу нужно другое профессиональное образование сегодня, другие университеты. И поэтому мы должны к этому подходить, как к некоторой программе деятельности на федеральном уровне. Это программа деятельности министерства. И не надо прятаться от того, что мы занимаемся оптимизацией системы образования, повышением качества образования. Все здесь несут свою долю ответственности. Ректор, коллектив и учредитель. И второй момент. Мы, говоря об санации, должны помнить, что разные инструменты могут быть применены. Я уже об этом говорил. Зарубежный опыт показывает, что мотив такой позитивный. Сгруппироваться. Оптимизироваться. Оптимизировать структуру. Структура – это не самоцель. Это средство. Но там главный игрок – это профессор, от которого зависит содержание деятельности университета. Вот, боюсь, что мы, смешивая здесь подходы, большую задачу, которая стоит перед отраслью и то поручение, которое верховная власть нам ставит, смешивая с уходом от просто жестких решений, которые можно административно принять, по тем же самым филиалам. Но прятаться за какие-то сложные сконструированные программы – неверно. Потому что народ перестает верить принимаемым решениям. Тот мониторинг, который прошел, не подрывает ли он авторитет Министерства образования и науки Российской Федерации? Не подготовлен, были ошибки, сейчас откатываем назад какие-то основные моменты. Главное – не щеки надувать и не вид делать, что мы сделали правильно, не слушать возражений. Главное – хотеть сделать дело и нормальный, стоящий для страны проект осуществить. В этом смысле признание ошибок – это нормально. Вовлечение экспертного сообщества, который будет способствовать выявлению ошибок – это тоже нормально. То, что Артем сказал, что страна своих героев в лицо должна знать – это тоже нормально. Мы должны знать, кто оценит. Я бы оговорился. Вы знаете, по поводу того, что были обнородные результаты 1 ноября. Для тех вузов, которые попали в категорию все-таки… Вот абсолютно верно. Да, мы здесь, конечно, пострадавшая сторона в том плане, что хотелось бы дождаться все-таки официальных результатов межведомственной комиссии. К сожалению, обнородное произошло раньше, и здесь как раз уязвимыми оказались те вузы, которые, в общем-то, сами предпринимают ряд действий по повышению эффективности, и, в принципе, таковыми неэффективными не являются. Вот здесь, конечно, произошел такой момент не очень приятный. Ну, с другой стороны… Ну, немножко нашлись, но осадочек остался. Да, осадочек остался, и доказывать родителям, что это была ошибка, что это поторопились. Ну, тем не менее, если говорить стратегически, тот курс на открытость, который взяло министерство, это хороший государственный подход. Ну, вот мы стали, может быть, в какой-то степени его заложниками, но, тем не менее, то, что министерство показывает эти инструменты, что это не келейно. Да, есть мониторинг, да, есть такие результаты. Другое дело, что, конечно, я здесь хотя бы два момента сказать. Действительно, ряд показателей, ну, несколько смешные. Государство само наделяет правом оперативного управления своих субъектов и также нас оценивает как эффективно. Ну, как здесь можно, что нам дали, то мы используем. Здесь очень сложно в современных условиях как-то увеличить свои площади. И, на мой взгляд, 11 квадратных метров на студента – это излишняя норма даже для технического вуза. Ну, нет такой необходимости, нет такой необходимости. Ну, это мое личное мнение. И еще важный момент, о котором мы еще не говорили – государство начало политику такую активную в отношении государственных вузов. Ну, как минимум, параллельно надо заниматься негосударственными вузами. И уж их-то, я думаю, надо более радикально реорганизовать, сокращать. Ну, я не хочу говорить, ну, по разным оценкам, но три четверти негосударственных вузов не являются эффективными. Да, еще обратим внимание, что у нас около 20 ведомств имеют свои вузы. И не все, кстати, попали под мониторинг. И не все попали под мониторинг. Это тоже не очень справедливо, на наш взгляд. Это, ведь, смотрите, порядок наводится в некотором географическом пространстве, да? И если мы там ликвидируем филиалы вузов подведомственных Миноборнауки, а останутся филиалы плохенькие, негосударственных вузов и каких-то других ведомственных вузов, мы не решаем проблему. Мы только ухудшим качество. Я просто к чему вот задал этот вопрос, потому что недавно совсем Дмитрий Ливанов, выступая на втором канале ВГТРК, он сказал, что не будет объединения вуза Мархи со строительным вузом. Ну, понимаете, вот это вот, это как оправдание звучит. Ну, все-таки нанесен какой-то небольшой, небольшой, но все-таки вред имиджу некоторых вузов. Мархи, вашему вузу, институту музыки Ипполитова Иванова. Ну, и произошло это. Я все-таки считаю, что, конечно, вот даже этот рейтинг составления подорвало как имидж министерства, так и учебных заведений, которые в него попали. И самое главное здесь как раз в том, что этот процесс не был в полной мере именно прозрачный, демократичный. То есть мы не видели процедуру проведения оценки. В рабочей группе именно составления этих списков в рейтингах обсуждения не было в расширенном общественном и научном сообществе. И в результате мы получили ту выборку, которую составили, по многим параметрам ведь проверка прошла, но ту выборку, которую составили уже внутри чиновники. Поэтому здесь нам кажется не совсем это корректно. И кроме того, сегодня мы видим, да, какой результат. Теперь проходят межведомственные, прошли межведомственные комиссии. Они составили новый перечень разделений вот этих вузов. И кто-то из них попал туда, кто-то не попал. На каком основании это было принято? Чем руководствовались? То есть хотел бы именно знать причины непопадания, а не только результат, факт, публикация. Вот это еще важно. Но, видимо, этот этап еще придется пройти. Андрей Владимирович, вы сказали, что вот 11 квадратных метров на студента. На ваш взгляд, это много. Вот скажите, пожалуйста, вот как бы вы оценили специальности? Специальности музыкант, специальности архитектора, специальности инженера. Какое количество площадей нужно для обучения тех или иных специальностей? Оно должно быть одинаковое? Или все-таки разное? Конечно нет. Для гуманитарных направлений подготовки однозначно могут быть более низкие нормы. Потому что им не требуется учебно-лабораторная база. Но есть еще момент. Ведь учебное заведение не в состоянии купить себе сразу много современного оборудования. Для этого есть партнеры вуза. И надо использовать активно площадки партнеров. Что мы и делаем, кстати. Но это устаревший явно не к месту, этот критерий. Конечно, надо было как минимум, на мой взгляд, расширить хотя бы до 10 критериев. Да, там индекс цитируемости и так далее. То есть все-таки показатели эффективны. Ну и, наверное, сразу категории вузов надо было разделить. Ну и, конечно, еще один момент. Надо смотреть динамики. Ведь вот с какими результатами мы вышли в 2011 году, по которым нас оценивали. А какой был 2010 год, какой 2009, какой 2012 год. Что самое интересное. По 2012 году мы перекрыли почти все эти показатели. Но данность есть и уже механизмы запущены. Конечно, еще есть возможность корректировать. Есть еще время. Я думаю, что Министерство образования и науки будут аккуратно подходить. Время еще есть. Даже те поручения, которые даны первыми лицами государства. Даже еще остается какой-то период для того, чтобы правильным образом, вот с учетом обсуждения экспертами, коллективами, принять правильное решение. Я хотел бы ответить на ваш вопрос, который вы ранее задавали, по поводу того, стоит ли одной меркой ко всем вузам подходить. Но я так понимаю, мы все соединемся во мнении, что нет. И сейчас Министерство, кстати, это осознало. И теперь все-таки, я думаю, в будущем будет деление. Опять же, есть технические вузы, гуманитарные, есть творческие учебные заведения. И, кстати, само Министерство, оно санкционирует проведение внутреннего творческого экзамена. Оно каждый раз подтверждает право вуза именно проходить прием абитуриентов, исходя из результатов ЕГЭ и внутреннего конкурса. И получается, здесь его не учили. Это очень, кстати, большая проблема. И сейчас, очень важно, сейчас мы получили в этом году рейтинги. В будущем году мы понимаем же, рейтинги, критерии именно и формы их будут изменены. Что будет в будущем вуза? Сейчас они подстроятся под эту систему, они сейчас сократят прием, они увеличат квадратные... Я думаю, они изменятся, чтобы как раз не подстраивались. Вы знаете, вот в том же дело, и это большой вопрос, опять же, как бы сказать. А некоторые учебные заведения могут принять так, они сократят прием, у них количество студентов на площадь увеличится, финансирование увеличится, преподаватели сократят, вырастет зарплаты других педагогов. А качество образования же не улучшится. Решаются финансовые вопросы, но и не качество. Здесь еще одна проблема, Владимир Евгеньевич. Что хотел обратить внимание на что? На самом деле у министерств ведь какая проблема? Получить достоверные данные. Почему выбраны эти пять критерий? Да потому что они легко проверяемы. Ведь не секрет, что учебные заведения, понимая, чем может все это закончиться, стараются, ну, каким-то образом, тем или иным способом, выглядели лучше. И министерство не может опираться данные только на полученные от руководства вузов. Им необходимы объективные данные. Собирать данные самим? Разумеется. Вот ЕГЭ, да, высшая школа экономики, уважаемая, провела мониторинг, все, уже ректор вуза не может написать ниже балл, точнее выше балл. Площади тоже мы не придумываем, это все прозрачно. И задача-то как раз сейчас министерству, я думаю, будет увеличивать, конечно, количество критериев, но делать так, чтобы это был абсолютно прозрачный инструмент проверки. То есть создавать механизм. Да нет, можно написать все, что угодно, а проверить они не успеют, слишком много. Да, я вот говорю, например, по критерию именно оценки трудоустройства посетников специалистов. Это же очень важно. Это важно, но каждое учебное заведение присылает свои данные. У нас чуть ли не 146% точно трудоустроены, это же большой вопрос. Поэтому за это время надо успеть дополнительно разработать ту методику, которая позволила оценить. А сейчас более плавно, гибко отнестись к тем результатам, которые получены. Скажите, пожалуйста, в чем все-таки причина поспешного мониторинга? Ну, это связано с тем, что в течение многих лет государство вкладывало деньги в образование, но реформ не было. Активных реформ высшей школы, надо признать, не было. Были реформы по ряду крупных учебных заведений, относящихся к федеральным университетам, национально-исследовательским. Но основная сеть осталась та, которая была сформирована в 90-е годы. Сейчас, с учетом, опять же, поручений первых лиц, наверное, с учетом оптимизации расходов, хотя они явно не уменьшатся, уже стоит задача действительно радикальной реформы уже всей высшей школы. И, наверное, она действительно назрела, эта реформа. Никто не сомневается, реформы нужны. Дальше уже просто это будет неэффективно. Поэтому я считаю, что есть время поправить те ошибки. Конечно, надо подходы менять. Но, в принципе, тот тренд, надо признать, что он будет, что это просто уже действительно назревшая необходимость. Но, опять же, это вот надо затронуть сектор негосударственных вузов. Ну и, конечно же, на базе, наверное, министерства они уже говорят, Дмитрий Ильич Ливанов говорит о системе так называемого эффективного контракта. Это, кстати, один из путей выхода из кризиса. Мы его будем применять с 1 января. Действительно, государство сейчас увеличило финансированный зарплат преподавателям. Но если мы опять будем размазывать по всем, никакого эффекта не будет. Инструменты очень простые. Надо оценивать деятельность по конкретным результатам. Это публикационная активность, это написание учебников, учебно-метанических пособий. Это научные статьи, индексируемые не только в России, но и за рубежом. Это должно особенно приветствоваться. Изобретательское действие и так далее. То есть мы, например, разработали, тоже как и министерство, 5 основных критериев в отношении профессии к преподавательскому составу. За это они будут получать, за выполнение хотя бы двух из пяти критериев будет доплата. За невыполнение ни одного критерия, а тессонная комиссия летом. Презультатом которой, к сожалению, наверное, определенная оптимизация. Это вы сами разработали эти пять пунктов. Это наша внутренняя разработка, которую мы с удовольствием с ней поделимся. Потому что я уверен, что в ближайшее время на уровне министерства будут рекомендации, как все-таки правильным образом оценивать труд преподавателя. Так что это некая наша ноу-хау, которая уверена... А расскажите, пожалуйста, что входит в эти пять пунктов? Значит, мы разделили на пять основных групп. Первая группа – это учебно-методическая работа. Это написание в семестр не менее одной статьи, не менее одного учебника или учебно-методического пособия, или методических указаний. Это разработка фонда тестового... Фонда тестирования и, соответственно, применение этого компьютерного тестирования в учебном процессе. Второй блок связан с научной активностью. Это публикация статей в журналах из перечня ВАК или в международных изданиях, которые индексируются соответствующим образом в базах данных с КОПУС. Это изобретение, это защита диссертации в этот период или руководство аспирантами, которые в этот период защитили диссертацию. Вот это второй блок. Третий блок вопросов связан с подготовкой студентов на Олимпиадах, на любых внешних конкурсах признанных. Это руководство проектным коллективом в рамках программы стратегического развития. Также будет приветствоваться. Четвертый блок связан с профориентированной деятельностью, которая измеряется фактически поступившими с ЕГЭ не менее 200 баллов по трём ЕГЭ. Такой критерий, если преподаватель провёл профориентированную работу, это входит, кстати, частично в его нагрузку, но не всем, а тем, кто за это отвечает, то, соответственно, это также будет учитываться. Вот такие основные блоки, которые существуют на сайте ВУЗа, они сегодня, кстати, будут размещены. Вот если будет выполняться хотя бы в двух крупных, крупнённых критериях один из показателей, то преподаватель пройдёт аттестацию и будет получать доплату. Знание английского языка, умение читать. Да, я не забыл, да, пятый блок связан с применением новых, ну, они уже давно не новые, но современных форм подачи информации. Вот как раз это отдельный блок, связанный с преподаванием на английском языке, связанным с активным использованием мультимедиа технологий в процессе и разработка лекций, семинаров именно в электронном виде. Электронные учебники также в этом блоке. То есть вот мы покрыли, я как считаю, самые основные моменты. Если хотя бы что-то будет из двух блоков выполняться, это будет являться признаком, что преподаватель будет не только аттестован, но и будет получать доплату. Но мы уже по-другому не можем. Мы не можем заниматься ровным слоем каждому. К сожалению, я считаю, что вот этот период уже, наверное, прошёл, и сейчас действительно надо оценивать труд по конкретным результатам деятельности. Это, конечно, вызовет определённые моменты, но это и подстегнёт тех преподавателей, которые способны на такой инновационный путь развития, на самом деле, реализовать себя в этих условиях. Андрей Владимирович, а Вы согласовывали это с Министерством образования? Нет, на самом деле, всё-таки есть определённый уровень ещё академических свобод, который позволяет ректору самостоятельно формировать фонд оплаты труда. Я бы хотел немножко сместить фокус нашего внимания. Вот университеты у нас разные. И есть не только плохие, есть и хорошие. И есть творческие команды, есть умные лидеры в университетах. Здесь можно с полным основанием перефразировать Толстого, что все счастливые, счастливые одинаково, а каждый несчастный по-своему. Вот. Поэтому очень многое, на мой взгляд, сейчас будет зависеть от разумного эшелонирования работы на федеральном уровне. Вот мы упомянули вначале, что нельзя одной меркой мерить всех. Поэтому вот дифференциация вузов, которая сейчас происходит, вот я говорил вам о том, что мы реализуем сейчас один проект в высшей школе экономики. Уже сейчас понятно, что у нас есть группировка университетов. Она есть, она каким-то образом будет оформлена. Те, которые будут биться за лидерством на международном уровне. У них миссия – это глобальное научное лидерство. И образование они должны строить вот в этой среде высокой науки. Но есть другие группы вузов, и я бы сюда отнес вузы, которые имеют ярко выраженную федеральную миссию. Она может быть такой, как сказано для федеральных университетов. Это реализация крупных социально-экономических программ и проектов в масштабах больших территорий, надрегиональных. То есть в масштабах, по крайней мере, федерального округа. Есть отраслевые вузы, которые являются кузницей кадров, например, просто. Или разработкой каких-то решений технических, технологических для отраслей. Есть национально-исследовательские университеты, которые тоже реализуют миссию федерального значения, но в рамках определенного набора приоритетных научных направлений. За ними следует группа региональных вузов, которые мы говорили. Есть сельскохозяйственные, есть педагогические, машиностроительные, строительные вузы. Здесь надо разбираться. Не все так хорошо, но и не все так плохо. И не все так одинаково. И не все так одинаково. Ну и, наконец, те, кто не могут претендовать на первую, вторую или третью роль, их должна ждать достаточно суровая судьба. Я не имею в виду какие-то карательные санкции, просто они должны доказывать свою нужность на регионе. Это бакалаврские программы или программы прикладного бакалаврия, о которых сейчас мы много говорим и в вышке разрабатываем вот это направление, эту тему. Вот, видя разные миссии, разные роли, которые вузы могут и должны играть, и будут играть, самое главное, независимо от того, что мы сейчас о них думаем. Надо и политику дифференцировать. К одним нужно подходить с одной планкой требований. Вот, высокая наука, индекс цитируемости, там, публикации в ведущих научных журналах. Но, может быть, вот у вас это не обязательно должно быть, там, Nature или Science. Life of Science, да, я понимаю. Но, на самом деле, для этого и предложен набор инструментов. Преподаватель волен выбрать один из критериев. Ну, хорошо, что вы думаете и видите возможности свои. Конечно, вариативность должна быть. Эти группировки, о которых я говорил, они не раз и навсегда начерчены. То есть, может прийти амбициозная команда, может там сформироваться или развиться коллектив, который может подставить, представить, другие цели. И двигаться, допустим, в масштабах федерации или там претендовать на высокие места международных рейтингов. Это очень живая система. И вот мы не должны сковывать сами себя бедностью инструментов, которые применяются. Мне кажется, в целом процесс нужный, просто надо акценты правильно расставлять. Я хочу, вот при всех сложностях моего отношения к тому, что и как делается, но все-таки какую-то солидарность с министерством выразить. Поскольку образование ведь это отрасль, сфера, которая затрагивает всех. Всех. У нас напрямую связано почти половина населения. И в этом смысле браться за решение трудных задач, амбициозных задач, пусть порой даже звучащих как невыполнимые, которые вправе ставить руководство страны. Когда министерство берется за эти задачи, ну, это надо уважать. Есть мужество и готовность этим заниматься. С одной оговоркой, что сфера образования, академическая сфера не терпит келейности и неуважения к экспертному мнению. Мы сами, может быть, эксперты, академическое сообщество за последние 20-25 лет дискредитировали себя. В том плане, что у нас очень много уходит в гудок, да, мы говорим, дискуссии, вот, мало конструктивного выхода. Но мы главные в университетах, а не ректоры, при всем уважении, коллеги, и не министерства, потому что образование и наука делается там. Ну, студентов тоже нельзя забывать. Главное, что они нашли кормить. Полностью согласен с вами. И, конечно, наверное, не произошло бы от того, что произошло, если бы был собран экспертный совет. Я думаю, что так. У вас есть что добавить? Да, я хотел бы сказать, что уже очевидно, ну, процесс реорганизации вузов запущен. Сейчас явно будут процессы происходить объединения, ликвидации, в том числе сокращение там ректорского состава какого-то вуза, смены его. И здесь что очень главное для нас? Во-первых, чтобы во главе не стояли имущественные споры, потому что мы по ряду учебных заведений видим, что ставится во главу глава конкретное помещение, бюджетные средства. И, во-вторых, главное, чтобы для нас не пострадал студент, потому что сейчас он находится в очень сложном положении. Ему гарантирована конституция, законодательство, его права на получение образования. И здесь важно, чтобы каждый студент, каждое его мнение было учтено. И мы сейчас в ближайшее время, запустим вместе с ректорским сообществом, у нас ведутся переговоры, совместный определенный ресурс, портал, который позволит нам принимать заявки, принимать жалобы конкретных людей с тем, чтобы дальнейшее уже через Министерство образования или другие министерства влиять на принятие решений. Вот министерство сейчас говорит, что нет, не будет у нас проблемы с повышением, нет, ни один бюджетник не пострадает. А если произошло? А если законодательство здесь все не регулируется, мы знаем такие болевые точки, что тогда делать? Нет, этого местные органы власти не допустят, а мы не уверены. И нам важно, чтобы в этой ситуации была оперативная реакция, и этому молодому человеку была оказана помощь вся необходимая. Артем, я предлагаю вам в эфире телеканал «Просвещение» продиктовать свой телефон, и если у студентов возникнут какие-то вопросы, они могут позвонить вам в вашу организацию. Да, конечно. 8495-997-7687. 8495-997-7687. Студенты активные, и недооценивать их позицию и готовность, вообще говоря, отстаивать свои интересы нельзя. В этом смысле, вот эта студенческая линия проработанности реорганизационных вопросов... Всегда часто за рамками остается. Она остается за рамками, и мы обведняем, вообще говоря, картину. Реорганизация де юры, да, это вот приказ, значит, сетевой график, внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц. И все, реорганизовано? Нет. Куда устроены студенты? По каким программам они продолжат обучение? Какой диплом на выходе будет? Вот со всеми этими вопросами мы сталкивались в Красноярске и в Ростове. И там тоже были горячие споры, то есть мне приходилось... Надо сейчас разговаривать и обсуждать. Артем, а когда был создан ваш союз? Союз существует не так давно, два года. То есть до европейских студенческих организаций нам пока далеко. По их автономии важной деятельности. Что вы успели уже сделать? Ну, мы своей деятельностью занимаемся защитой прав абитуриентов. И можно вспомнить такие случаи в этом году. Нарушение приема, в том числе второй МЕД, которым мы очень активно занимались. И удалось возбудить уголовное дело, хоть не доведено до конца. Главное, что абитуриенты, которые хотели, поступили. Это вопросы связаны и уже с студентами. Это взятки, это коррупция. Это в том числе проблемы с проживанием в общежитиях. Это не вовремя выплаченные стипендии. Мы знаем, недавно был крупный скандал, когда на месяц задержали. После, опять же, нашей реакции удалось оптимизировать этот процесс. Ну и аспирантам помогаем, безусловно. У нас сегодня научная жизнь развивается очень медленно. Важно, чтобы все-таки шло именно стимулирование молодых ученых. Потому что мы понимаем, какое количество молодежи уезжает за рубеж. Я благодарю наших гостей за интересную беседу. Уверен, что она понравилась нашим телезрителям. И подводя некий итог, можно сказать, что реорганизация вузов – задача сложная. Не сразу будет виден результат, не сразу станет понятно, было ли принято верное решение. Но хочется надеяться на лучшее. У нас одна цель – сделать так, чтобы наше российское высшее образование вернуло себе прежние высокие позиции. С вами была программа «Высшая школа» и я ее ведущий – Владимир Косинчук. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»